Телеканал Самаргиз начинает новый проект. Каждый месяц мы будем обсуждать перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как изменилось законодательство, регулирующее охрану труда? Что должны делать работодатели, чтобы их сотрудники прошли новые программы обучения по охране труда? Какие задачи решает программа «Безопасный труд» в Самарской губернии? В нашей студии Александр Савельев, руководитель Департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Александр Николаевич, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. И с чего бы хотелось начать? В начале программы предлагаю рассказать о ваших ведомствах. Чем занимается Департамент, чем занимается Министерство, ну и точнее говоря, вот ваше подразделение? Да, в структуре Министерства труда существует Департамент условий охраны труда. Целью и главной задачей которой является реализация государственной политики в сфере охраны труда в Самарской области. Департамент занимается государственным управлением охраны труда, проводим государственную экспертизу условий труда, способствуем и проводим мероприятия в части улучшения условий труда работников Самарской области. И осуществляем контроль за органами местоправления, которые реализуют отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда. Также могу отметить, что в структуре Министерства труда есть подвесное учреждение, автономное учреждение дополнительного профессионального образования, региональный исследовательский центр, который в своей работе также занимается вопросами охраны труда. Они проводят специальную оценку условий труда, оценивают профессиональные риски, то есть прикладные вопросы, которые непосредственно занимаются в организациях. И проводят обучение по охране труда, по пожарному минимуму, обучают главных бухгалтеров. То есть если вопросы возникают именно прикладного характера, мы обращаемся к нашему подвесному учреждению, региональный исследовательский центр. Дмитрий Владимирович, прошу. В соответствии с Трудовым кодексом занимается отдельный специалист. Целевой аудиторией нашей работы является, не побоюсь этого слова, все жители городского округа Самары. Работники, работодатели, с которыми мы проводим постоянную и планомерную работу уже на протяжении более чем 14 лет. Вот как раз по передным государственным полномочиям в сфере охраны труда, которую Александр Николаевич уже озвучил, который они, собственно говоря, рекурируют в нашу деятельность. Уважаемые гости, вопрос важнейший, причем он, кстати, знаете, наверное, касается даже не только охраны труда, он касается вообще системы государственного управления. Как осуществляется такая простая и такая одновременно сложная вещь, как межведомственное взаимодействие? Потому что это, насколько я знаю, не всегда бывает просто. Да, но мы в своей работе красноцелены на такое взаимодействие, не только с органами самоправления, у нас в нашем, так сказать, взаимодействии участвуют и государственные органы надзора контроля, прокуратура, инспекция труда, Роспотребнадзор. Да, они все ведь тоже, кстати, в этой цепочке, на самом деле, находятся. Без них наша деятельность как бы не то, что не имела бы смысла, но не была бы такой эффективной, так скажем. Естественно, Федерация профсоюзов Самарской области, в которых есть технические инспектора, которые также следят за охрану труда в организации, где есть первичные профсоюзные организации. И также в каждом муниципалитете, в каждом городе и районе Самарской области существует специалист по охране труда, вот как Дмитрий Владимирович здесь представитель является город Самара, есть такой в городе Тольятти представитель, есть и во всех городах и районах, которые наделены отдельными государственными полномочиями. Вот уже 15 лет скоро будет, как мы передали полномочия на муниципальный уровень. И, соответственно, вот эти специалисты по охране труда муниципалитетов взаимодействуют с работодателями на территориях, где расположены эти организации, осуществляют методическую помощь работодателям в части охраны труда, собирают, производят сбор, анализ информации о состоянии условий охраны труда непосредственно в организациях того или иного. района или города Самарской области. Ну, Дмитрий Владимирович, я думаю, здесь становится подробнее конкретно, что, допустим, город Самара делает в части реализации отдельных государственных полномочий. Ну, даже, знаете, вот не реализация, а именно вот взаимодействие. Вот каким образом область и город взаимодействуют, допустим. Вот, Дмитрий Владимирович. Ну, мы воспринимаем представителей департамента условий охраны труда, Министерства труда, занятия иммиграционной политики, вот как наших старших товарищей, которые нами оказывают и методическую, в том числе, помощь, и дают какие-то рэперные точки по нашей работе, в том числе и с работодателями. Конечно, взаимоотношения строятся и с формальной точки зрения, в соответствии с законом Самарской области, оперены государственные полномочия в области охраны труда, которые наша служба, собственно говоря, и реализует. Вот. Активную работу мы также ведем и с самими, так скажем, нашими, нашей целевой аудиторией. А целевой аудиторией мы воспринимаем не только именно как вот работодателей, хотя с работодателями мы проводим огромную работу. Это различные мероприятия в области охраны труда, семинары, совещания, а также по согласованию с самими работодателями мы проводим еще и выезды в эти самые организации, где уже, что называется, на местах объясняем, рассказываем, направляем в нужную сторону работодателя деятельности по соблюдению требований охраны труда. Причем сразу оговорюсь, что вот эти выездные мероприятия, это ни в коей мере неконтрольные функции. То есть это не проверка? Это не проверка, потому что очень многие работодатели, когда мы к ним обращаемся, предлагаем им, особенно с теми организациями, у которых произошел уничтоженный случай, ну, а от них мы с вами, конечно, ни в коем случае не застрахованы. До конца никто, к сожалению. Конечно, да. Поэтому мы предлагаем оказать методическую помощь, посмотреть, что же в вашей организации пошло не так, если у вас произошел уничтоженный случай. А мы с вами априори можем думать, даже если произошел уничтоженный случай, значит, что-то где-то работодатель не доработал. Поэтому мы выезжаем в эти организации, конечно, по согласованию с работодателем, и подсказываем, собственно говоря, где они могут что улучшить. Это ни в коем случае, как говорю, неконтрольные мероприятия. То есть надо прямо подчеркнуть, вы едете не для того, чтобы найти нарушение и наказать, вы едете для того, чтобы помочь. Помочь, подсказать, возможно, дать какие-то образцы документов, если опять речь идет о небольших организациях, которые только-только начинают свои деятели, новые организации. То есть мы и эту помощь в том числе им оказываем. Не остаются у нас без внимания и работники сами. То есть мы для них тоже проводим огромнейшее количество семинаров, мастер-классов, где мы им рассказываем о такой важной теме, как права и обязанности работников. К сожалению, у нас очень мало кто знает, какие права им гарантируются трудовым кодексом. На самом деле их довольно большое количество. Ну и не остаются у нас, конечно, без внимания наши подрастающие поколения, это школьники. Специально с департаментом образования мы разработали специальную серию мероприятий. Это мастер-классы, где мы ребятам старших классов, это 9, 10, 11 класс, рассказываем об особенностях, основах охраны труда и трудовых отношений, чтобы уже придя на свое первое рабочее место, они не столкнулись с каким-то злоупотреблением стороны работодателя, чтобы их права были защищены, они знали, куда обратиться. Ну и 2020 год, период пандемии, конечно, ставит перед нами новые вызовы. И поэтому очень большая работа ведется в том числе и в сети интернет. Создан специальный информационный проект «Охрана труда в Самаре», в рамках которого мы активно работаем в социальных сетях, во всех популярных социальных сетях у нас есть специальная группа «Охрана труда в Самаре». То есть это и Facebook, и ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, канал на видеохостинге YouTube у нас есть, мессенджеры в группе есть, специальные вайберы. Я знаю, вы Телеграм-канал открыли, кстати, я подписался не так давно, да-да-да, очень интересно. Мы стараемся идти в ногу со временем, нам даже в группу пишут обращение, просят открыть канал на TikTok. Но пока, собственно говоря, мы до этого, к сожалению, не созрели, но опять-таки все возможно. Ну, в принципе, все в наших руках, почему бы нет, в ваших точках. Почему мы делаем акцент именно на информационном проекте? Потому что в рамках этого информационного проекта может любой желающий в любое время дня и ночи, по сути, получить необходимую информацию. А также у нас есть специальный сервис, ресурс, где любой человек может задать вопрос и получить ответ от компетентного специалиста по своей жизненной ситуации. Конечно, связанный с охраной труда и трудовыми отношениями. Вот, если дополню, можно? Конечно, да-да-да. Еще, вот, Миколаевич, не уточнил такой момент, очень важное межсвестное самодействие, это комиссия по охране труда. У нас в каждом муниципалитете есть создана комиссия по охране труда, либо трехсторонняя комиссия, либо та и другая. Я прошу прощения, то есть я уточню, это вот тот самый момент, как органы местного самоуправления участвуют как раз в реализации государственной политики? Конечно, то есть это первый тот самый орган, совещательный орган, в который входят и работодатели, и органы власти, и профсоюзы, ну и в общем-то профессионалы, и эксперты в части в области охраны труда. В каждом муниципалитете такая комиссия существует, на уровне области существует региональная трехсторонняя комиссия, в которой также ее возглавляет Кудряшов, и, соответственно, там решаются вопросы, которые связаны и с охраной труда, и с трудовыми отношениями, и с вопросами, связанные в любом случае с какими-то отношениями, которые сталкивается работник Самарской области на своем предприятии, в самой организации. Все нормативные акты, которые у нас в части охраны труда принимаются или могут быть приняты, также обсуждаются на этих комиссиях, если это региональный нормативный акт, это трехсторонняя областная комиссия, если это на муниципальном уровне, соответствующая комиссия муниципального уровня рассматривает эти документы, прежде чем его утвердит должностное лицо. А полномочия этой комиссии какие? Вот она на что имеет право? Вот если она принимает постановление, и кто-то не выполнит? Это совещательный орган, она не принимает никаких нормативных актов, данный орган собирается и в рамках своей деятельности может пригласить, допустим, руководителей предприятий, которые нарушают охрану труда, где случился несчастный случай, где, либо наоборот, пригласить организацию, где все хорошо с охраной труда, чтобы они поделились своим передовым опытом, рассказали, что у них хорошо, как они этого добились, какими усилиями, что для этого они сделали. Это тоже очень важно, и это необходимо, вот этот передовой опыт транслировать на другие и другим организациям и работодателям. Но, кстати, эта комиссия, я так понимаю, ведь может обратиться в надзорные органы, в прокуратуру, например. Вы знаете, в состав комиссии приглашаются надзорные органы. Это если кто-то вдруг, скажем так, ведет не очень хорошо свою работу, я правильно понимаю? Ну, конечно, это просто один из инструментов работы в части охраны труда. У них, как Дмитрий Анатольевич правильно сказал, у них нет контрольных функций. Это первое самое важное такое замечание, которое... То есть они не карают? Они не карают. Они созданы только лишь в помощь работодателям, для того, чтобы работодателю было легче ориентироваться в том море документов, которые есть по охране труда. Кстати, позже мы, наверное, остановимся, да, в чате нормативного регулирования. И помогают ориентироваться в этих нормативных актах, подсказывать, что не так, что нужно сделать для того, чтобы улучшить условия труда каждого работника на рабочих местах. Ну и, соответственно, вот проводят, так сказать, ликбез для работы дателей. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Надевается она. Достаточно просто надевается она, как билет. Надеваются верхние рамки, застегивается все сверху вниз, все точки, все замки. Вот так выглядит страховка с ножными наплечными лямками, поясом и с точками крепления на спине, груди, а также по бокам. При падении нагрузка равномерно распределяется на бедра и плечи и обеспечивает полную безопасность. На ежегодном семинаре по обучению работников управляющих компаний и товарищей собственников жилья, которые проводят городские власти, рассказали, насколько важно соблюдать технику безопасности, особенно в зимний период. Комплекс работ, конечно же, в наибольшей степени он легче проходит, безопаснее проходит, когда работники обучены. Это основное требование к работникам, естественно, к организации таких работ. Но в комплексе мы должны с вами рассматривать, что это зависит от работодателя, который все-таки должен четко следовать установленной организации принципу обеспечения приоритета жизни и здоровья работников. Очистка крыш и карнизов от снега, наледей и сосулек – одна из сложных и травмоопасных работ. К ее выполнению допускаются сотрудники не моложе 18 лет и не старше 60, которые прошли ежегодное обязательное медицинское обследование, обучение безопасным методам выполнения работ и имеющие разрешение на работу на высоте. Специалисты говорят, работодатели стали чаще следить за соблюдением техники безопасности и покупают для сотрудников качественное оборудование. В начале, когда только правила вышли, год-два ушло на то, чтобы люди осознали новые правила, поняли и переложили это на свои производства. Сейчас уже пояса, как было в старых правилах, они уже практически отошли. Уважаемые гости, вот мы посмотрели сюжет. Речь ведь о чем? Первая ассоциация, которая возникает при упоминании такого термина, как охрана труда, это, к сожалению, несчастные случаи, ну и профилактика несчастных случаев. Вот расскажите, какая ситуация с производственным травматизмом сложилась на территории Самарской губернии, в частности, городского округа Самара? Какая динамика за последние годы положительная, отрицательная? Где и как часто травмируются наши земляки? Ну и как мы проходим вот этот зимний период? Ну, в Самарской области показатели по производственному травматизму несколько ниже, чем среднероссийские, либо средние по приложкам в федеральном округе. Ну это радует, на самом деле. Показатели ниже, да. В этой части мы стараемся вот как тут не выпячивать эти показатели. Но хочу сказать, что, в принципе, показатели по погибшим людям на рабочих местах у нас относят волнообразный характер. Если в год эта цифра, то меньше, то больше становится. Но тренд, если мы берем с 2010 по 2020 год, тренд идет на снижение погибших в несчастных случаях. Если мы в 2010 году, у нас было 86 человек погибло. Кож, это много. Да, много. То в 2020 году 45 человек погибло. Тоже немало. Это немало, но это в два раза меньше. Это в два раза меньше. Это в два раза меньше реально несчастных семей, которые потеряли людей. Да, и... Это радует, скажем так. Тут можно только порадоваться за вас. Нужно порадоваться за всех работодателей, за этих работников, которые свое здоровье берегут. Но хотел сказать, что аналогичный период текущего года, 2021 года, по сравнению с аналогичным 2020 года, также мы видим снижение на 20% снижения количества погибших. Тоже это радует нас, безусловно. И те отрасли, в которых допускается большее количество несчастных случаев, я могу их озвучить. Это строительство, это обрабатывающее производство, это транспортировка грузов и хранение. То есть вот в этих отраслях мы имеем наибольшее количество несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. Среди причин, вызывающих эти несчастные случаи, можно отметить, что, в общем-то, это причины организационного характера. Это либо непредставление СИЗОВ работникам средств медальной защиты, либо это нарушение работникам, самим работникам дисциплины трудовой, либо это несовершенствие трудового процесса на рабочем месте. То есть это такие причины, которые управляемые, и их можно исправить. То есть это субъективные вещи. Да, это несчастные случаи можно не допустить, было, если бы все в части охраны труда было хорошо. И где-то 7% несчастных случаев носят технический характер. То есть это несовершенство станков, оборудования, техники какой-то. Отмечу, что очень много несчастных случаев связано с дорожным транспортным происшествием. То есть несоблюдение правил дорожного движения величит, в том числе несчастные случаи, на работника, который управляет либо транспортным средством, либо является пассажирами во время исполнения своих рабочих функций. Вот такие сейчас случаи у нас существуют, к сожалению. Что касается работы, которую мы проводим совместно с органами местного самоправления в части уборки снега с крыш, это очень злободневная тема, если касается зимнего периода. Если касается летнего периода, то это покос травы, тоже очень травмоопасный вид деятельности работников. Возвращаясь к зимнему периоду, на самом деле, та работа, которая проводится в органами местного самоправления, она дает свои плоды, и если мы в тех годах прошлой зимы имели пострадавших при падении с крыш во время проведения работ по очистке, то в этом году у нас, слава богу, ни одного погибшего либо пострадавшего нет. То есть мы анализ проводим, и к такому результату пришли. — Баталдин Владимирович. — Что касается городского города Самара, то здесь прослеживается такая же тенденция, которую озвучил Александр Николаевич, но при этом следует учитывать, что так уж исторически сложилось, что большинство промышленных предприятий, больших крупных организаций, они либо зарегистрированы на территории города Самара, либо осуществляют свои действия на территории города Самара, и в принципе большая часть по статистике относят именно к городу Самаре, что как будто они у нас происходят. При всем при этом следует упомянуть о том, что пиковым по городу Самаре, одним из пиковых годов по количеству несчастных случаев был 2018 год. За последние два года мы наблюдаем положительную динамику, в частности количество пострадавших при несчастных случаях на производство. Ну вот так количество пострадавших, получивших тяжелые травмы в последние два года снизилось на 31%, что это уже значительный показатель, количество погибших снизилось на 27%. Мы с вами должны помнить, что за этими процентами, за этими цифрами стоят судьбы и жизни людей, поэтому мы действительно можем порадоваться этому факту. Значит, работа, которую проводит и Министерство труда, и местная администрация, она, ну, не просто так. Она действительно имеет под собой значительные результаты. При этом нужно еще вот о чем сказать, что есть отдельные виды деятельности, о которых уже Александр Николаевич упоминал. Это, во-первых, и сезонная работа по очистке крови от снега и наледи. В том числе хотелось бы упомянуть еще и работы в замкнутых пространствах. Это коллекторы, колодцы различные. Там тоже работы проводятся с повышенной опасностью. И хотелось бы обратить внимание, что все эти работы должны проводиться исключительно с соблюдением требований Трудового кодекса, Трудового законодательства. И в этом году у нас, ну, немножко забежим вперед. Александр Николаевич, наверное, об этом нам расскажет. О том, что у нас в этом году вступили в силу два новых правила по охране труда. Это правила при работе на высоте, правила работы в жилищном и коммунальном хозяйстве. И всем организациям, которые у нас в сфере жилищного и коммунального хозяйства работают, которые проводят такие работы, в обязательном порядке необходимо ими руководствоваться. Мы тоже, конечно, ведем статистику совместных мероприятий, выявленных нарушений во время совместных мероприятий. Причем мы проводим совместные мероприятия с органами прокуратуры. То есть не просто так мы грозим пальцем, потому что это действительно очень опасная работа. И нарушения, которые допускают эти работодатели, оборачиваются действительно жизнями и здоровьями людей. Поэтому мы в последние годы задействуем в наших мероприятиях еще и органы прокуратуры. Делаем объезды города, смотрим, как именно чистятся крыши от снега и наледи. Ну и, соответственно, по тем работодателям, которые не воспринимают критику в свой адрес, тогда уже органы прокуратуры, соответственно, выносят какие-то отдельные документы, отдельные выводы делают по этим работодателям. Ну и, как уже Александр Кович упомянул, ну, конечно, основные нарушения, которые допускают работодатели в городском округе Самаре, это необеспечение средствами защиты, это недостаточное внимание обучению по охране труда, ну и, конечно же, недостаточное внимание самой организации работ по охране труда. Часто мы замечаем, что работа проводится в одиночку. Такие работы проводиться одним человеком не могут. Они должны проводиться минимум в составе бригады, минимум из трех человек. То есть два человека минимум должны находиться наверху, один должен контролировать процесс внизу. Вот. Функции данного человека, во-первых, извещать, если действительно что-то пошло не так, то есть хотя бы помощь оказать, ну и также не допускать потенциальную зону возможного схода снега, да, то есть потенциально опасная зона, чтобы не допускать туда посторонних людей. О чем мы в новостных лентах различных информационных агентств мы с вами постоянно видим, что сосулька упала то на ребенка, то на автомобиль какой-то, да, то есть, опять-таки, это риски, которые возлагаются на производителя работ. Про это необходимо в обязательном порядке помнить. Уважаемые гости, нам Новый год принес сразу 40 новых правил, регулирующих требования охраны труда в самых различных сферах жизни. Вот с чем связаны такие масштабные изменения, что это значит, и какие еще нормативно-правовые акты, регулирующие охрану труда, нам стоит ждать в ближайшее время? Да, ну, вы абсолютно правы. 2021 год вообще у нас пройдет под эгидой практически полного обновления нормативной базы по охране труда. С 1 января, как вы уже сказали, с 1 января вступили в действие 40 новых правил по охране труда. Они касаются разных сфер абсолютно, и водолазной работы, и работы метрополитена, и работа в замкнутых пространствах, 40 новых правил, вместо 179 правил, которые были до этого. То есть, представляете, работник, придя на рабочее место, должен был ознакомиться с документами, которые, ну, я не знаю, высотой, какие могут быть. Сейчас все это усовершенствовалось, и работнику достаточно ознакомиться непосредственно с правилами по охране труда, конкретно выполняемые виды деятельности, которые он будет осуществлять на своем рабочем месте. Не более того, это вполне под силу работнику, нежели чем там 300 страниц текста выучить и ему следовать. При этом половина из них к нему отношения не имеет. Да, вполне возможно. И правила по охране труда, которые вступили в действие, работодатель обязан, если такие вот работы осуществляются, которые этими правилами регулируются, обязан провести внепланную проверку работника, если работник выполняет такую данную работу. Какие сроки это не установлено, работодатель должен это провести, а сроков не установлено, повторяюсь. Что мы ждем еще? Какие новые документы вступают в действие? Минздрав разработал приказ о периодических предварительных министерных осмотрах. Он вступает в действие с 1 апреля 2021 года. Есть там определенные новшества. Например, такая, что на удаленное место работы, в удаленный, так сказать, филиал, может выезжать мобильная бригада специалистов, профпатолог, ну и, соответственно, других специалистов, врачей, которые проводят медосмотр периодически. Ну и ряд других новшеств, с которыми нужно ознакомиться. Далее, мы ждем изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Десятая глава полностью обновлена. Десятая глава Трудовой кодекса. В первом чтении в Госдуме Трудовой кодекс одобрен. Ждем второго чтения. Но я думаю, что в этом году этот Трудовой кодекс будет принят в том виде, в котором он существует сейчас в проекте. На что сделан основной упор в данном проекте? Это оценка профрисков, профессиональных рисков на рабочих местах. Это учет микротравм у работников. Если сейчас микротравмы поскольку учитываются, а все мы знаем, что микротравмы – это предвестник нечто большего, какого-то несчастного случая, тяжелого, либо с смертельным исходом, то работодатель будет обязан учитывать микротравмы, принимать какие-то действия, меры по устранению этих причин, вызвавших микротравму. И, соответственно, тем самым предотвратив несчастный случай. Вообще, надо сказать, что в рамках регуляторной гильотины, которая происходила в 2020 году, в текущем году проходит, более 1100 нормативных актов по охране труда было пересмотрено. Очень много потеряло свое, так сказать, удалено. Ну, потому что они устарели. Устарели, да. Могу сказать, что Минтрут Российской Федерации пересматривает список профессий, на которых нельзя трудиться женщинам. И там вот на самом деле есть старейшая профессия, допустим, кочегар-провоза, который кидает в топ, который уже не существует. Естественно, эта профессия была удалена, но остались те профессии, которые связаны с подземными работами, связаны с работами в угольной промышленности. То есть там все ограничения сохранились. Если раньше было таких 500 профессий, где женщинам запрещено было трудиться, то сейчас их не более, где-то 150 профессий осталось, сохранилось. Поэтому законодательство развивается, реформируется. Ну, как и жизнь, собственно говоря, жизнь меняется, и законодательство тоже меняется. Остается не так много времени. Уважаемые гости, вот такой важный вопрос. Со стороны работодателей какие должны быть теперь действия? На что им стоит обратить внимание в первую очередь? Потому что вот эти нормативно-правовые акты, они теперь ведь влияют в первую очередь на них. Так, работодатель обязан провести, актуализировать, вернее, сборник своих нормативных правовых актов локальных с оглядкой на правила по охране труда. Он обязан провести внеочередную проверку по охране труда, если работники связаны с теми работами, видами работ, которые регулируются правилами по охране труда. Ну, и, в общем-то, поддерживать свою нормативную базу в актуальном состоянии. Это первое, что необходимо обратить внимание. Что еще? Ну, в любом случае, как уже Александр Николаевич, локальные нормативно-правовые акты мы пересматриваем за помощью, потому что мы все прекрасно понимаем, что издано настолько много нормативно-правовых документов, что самостоятельно разобраться, возможно, сами работодатели не смогут. Поэтому я думаю, что и органом местного управления, и министерством труда будет организована целая серия информационных мероприятий, семинаров, различные совещания. Я крайне советую работодателям приходить на все эти мероприятия, тем более, что они у нас носят безвозмездный характер. Приходите, слушайте, тем более, что приглашаем мы очень компетентных экспертов. Это очень важно. Мы приглашаем Роспотребнадзор, Инспекцию труда, своими нововведениями, которые они курируют. И они, естественно, в свободной форме это объясняют работодателям для того, чтобы это применялось. — Время программы подошло к концу. Остались еще вопросы, мы их обсудим через месяц, потому что тема охраны труда, как и тема труда, собственно говоря, очень велика. И поэтому продолжим нашу беседу. Напоминаю, в нашей студии были Александр Савельев, руководитель департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике, аппарат администрации городского округа Самара. Перспективы рынка труда мы продолжим обсуждать в апреле. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!